Друзья, это видео вам поможет справиться со множеством ступоров, напряжения, судорог, сложными словами. Обязательно полностью посмотрите это видео, оно вас и вдохновит, и вы поймёте ваши ошибки. Сейчас вы можете напрягаться, у вас может быть такое напряжение, вы можете говорить прямо плохо, вам тяжело, может быть стыдно. Я это всё понимаю, я сам точно такой же человек, я большую часть своей жизни прямо сильно заикал. Сейчас я это сократил, прямо осталось чуть-чуть, буквально там 1-2 процента, и я с вами поделюсь новым методом, новым способом, который очень сильно помогает. Например, у меня есть ученик Павел, он ко мне обратился, у него была речь вот такая вот. Всем привет меня зови. Вот Павел мне... Это... Нас, кстати... Ле... Ле... Это... Он очень сильно переживал, он очень сильно нервничал, были сильные судороги, я сначала даже вот не совсем знал, не совсем понимал, сможем ли мы ему помочь, и чтобы у него было действительно большое изменение. Я, если честно, внутри себя у меня были сомнения. Сейчас же Павел, используя в основном этот метод, о котором мы сегодня будем с вами говорить, стал говорить совершенно по-другому, и вот сейчас в этом видео вы можете увидеть, что мы сделали. В основном это работа Павла, он очень сильно старался, и вот сейчас он разговаривает таким образом. За основную технику взял бы вот эту постепенность, а далее уже психологические вот эти занятия. И также можно, в принципе, практиковаться из первых дней, допустим, начинать там из волосовых и так далее. Спасибо. А что у тебя вот, так сказать, в жизни поменялось, да? То есть вот сейчас, за вот эти вот два месяца ты стал увереннее, говорить лучше. Какие-нибудь... Сейчас что-то начал делать, может быть, новое, что раньше не делал. Вот... Можешь какие-то вот твои наблюдения. Сейчас я гораздо стал больше общаться, что дома и что с людьми, с родственниками. Также начал делать телефонные звонки, если вот что-то мне нужно, допустим, там сделать какой-то заказ. Я буду это сделать. Также стал идти в эти больше стрессовые ситуации. И если я их раньше избегал, то сейчас стараюсь идти в эти ситуации. Да и так легче стало в плане психологии. Класс, класс. Класс. Ну, если ты не будешь против, то я, может быть, вот этот наш разговор вот этот вырежу и опубликую. Тогда, может, я за. Отлично. Отлично. Хорошо, Паша. Спасибо. Ну, ты прям проделал классную работу. Ставлю сильно лучше. Наверное, один из лучших результатов на данном потоке. Молодец. Спасибо. И вам спасибо. И всем участникам спасибо. Мы были такой командой, и каждый из нас взял что-то полезное. То, что частично изменит нашу жизнь. Можно сказать, мы стали большой командой, делали все вместе, делали на занятиях. Всем спасибо. Что же это за такой метод? Что же за такой способ? Мы поговорим чуть-чуть позже. Сейчас мы говорим о типичных ошибках, которые как раз и создают заикание. Из-за них именно вы и заикаетесь. Первая ошибка – это то, что вы где-то хотите сказать слово быстро и резко. Где-то вы ускоряетесь. Не надо ничего делать быстро. Вообще не надо суетиться. Все делайте спокойно. И кушайте спокойно, с удовольствием. Ходите. Никаких резких движений, никакой суеты. Следующее, что вам нужно обязательно сделать. Это научиться останавливать себя. Вы сейчас наверняка говорите очень быстро из-за волнения, из-за нервов. Чтобы использовать этот метод, чтобы его начать внедрять, вам в первое время особенно нужно будет довольно себя хорошо замедлить. Потому что мы будем говорить вначале значительно медленнее. Что же это за такой метод? Я его посмотрел у своей на самом деле дочки, которой сейчас два года. И она сейчас учится разговаривать. Нет, нет. Она не заикается. Слава Богу, с ней все отлично. Она для двух лет. Там два и два. Очень и очень хорошо разговаривает. И я как человек, который занимается речью, который занимается заиканием уже десять лет, я начал замечать, наблюдать за тем, как у нее формируется речь. И что я заметил, что дети говорят слова постепенно. Как будто по некоторым таким как бы кусочкам она так говорит там, мамочка, папочка, там, леченюшка, садик, там, бабуля, дедуля. Мама, ты будешь. Хорошо, давай. Я сажусь. Будешь думать. Я сажусь. Будешь думать. Будешь думать. И это очень и очень важно. Потом я начал прислушиваться к этому. Я начал смотреть, гуглить, как еще говорят другие дети. И я заметил, что все дети говорят так, что все дети говорят постепенно. Вы тоже можете это сделать. Найдите другие видео детей маленьких, которые только-только начинают разговаривать. И вы увидите, что они говорят слова постепенно. Как будто по кусочкам. Здесь важно не путать. Это не по слогам. По слогам мы пишем, а именно постепенненько. Как будто по кусочкам. И прямо сейчас я начинаю говорить тоже постепенно. Что же это такое? Постепенно. Сейчас мы прямо... Сейчас самое важное. Сейчас прямо сфокусируйтесь на этой идее постепенности. И просто важно понять, что нужно говорить слово как бы постепенно. Как будто мы... Как это понять? Как это прочувствовать? Первое упражнение. Мы говорим слово частями. Там. И в каждую эту часть мы делаем какую-то интонацию. А красочку. Там. Здравствуйте. Дядя. Привет. Хорошо. Не по слогам. Мы делим слово. И таким образом начинаем некоторое время разговаривать. Когда мы репетируем. Так разговаривать в жизни не надо. Вы сейчас подумаете. А вот сейчас надо мной будут смеяться. В жизни этого делать не надо. Но когда мы дома занимаемся. Когда мы дома репетируем. Нам надо поговорить таким образом. Где мы каждую гласную букву. В нее добавляем окрасочку. Интонацию. И прямо сейчас я с вами поговорю некоторое время таким вот образом. Таким образом. Таким образом. Хорошо. Здравствуйте. Дорогие друзья. Я вам сейчас рассказываю про то, как надо говорить слова. Да. То есть мы каждую гласную букву говорим хорошо, ярко. Еще добавляя к ней немножко интонацию. Когда мы так поговорили 5-10 минут. Мозг немножко перестраивается. Он начинает понимать, как надо говорить по-другому. И после этого мы начинаем говорить уже как бы чуть-чуть более быстро. И уменьшает эту интонацию. Но все равно вот эту постепенность мы начинаем оставлять. Начинаем таким образом разговаривать, разговаривать, разговаривать. На внедрение этой техники потребуется время. Вам будет непривычно. Вы сейчас привыкли говорить слова целиком, быстро и резко. И это вот целиком. Рывками. С акцентом на согласные буквы. Этого делать нельзя. Это, если вы будете это делать, вы будете заикаться еще намного больше. Сильнее. При том, что вы, если будете стараться внедрять эту технику. Вы именно разговаривая таким образом. Учась говорить постепенно. Как будто вот по вот этим вот словам по частям. Таким образом вы уберете большую часть своих запинок. Это очень действенный метод. Вот еще раз говорю, Паша, который человек, который очень сильно заикался. Особенно этот метод будет хорош тем, у кого вот что-то похожее. Сильные ступоры, сильное напряжение. Сильно вот это вот рывки, судороги, напряжение в теле. Кто управляет артикуляцией. Если вы все-таки в слова вот эти вот. То, как вы говорите, лезете, то лезьте туда. Правильно. Правильно. Лезьте туда. И не стесняйтесь. Поговорите таким вот образом некоторое время. Некоторое время. Поговорите хотя бы одни. Также можно таким же образом, например, почитать стихи. У лукоморья дуб зеленый. Золотая цепь на дубе том и днем и ночью. Кот ученый все ходит по цепи кругом. Пойдет налево, песни заводит. Пойдет направо, сказку говорит. И так далее, и так далее, дорогие мои друзья. Вот. И когда мы разговариваем, есть важный нюанс. Нам нужно как бы вот следить за тем, чтобы не давать себе слова говорить целиком и резко. Мы контролируем то, чтобы вот как бы тело говорило слова постепенно, поэтапно. Да. За счет этого мы замедлимся. За счет этого у нас будет намного лучше наше дыхание. За счет этого мы действительно на самом деле, если вы будете это делать. Кому я показывал, в тот же самый день люди переставали делать запинки. Все. Вот всегда я эту технику показывал. Буквально где-то людям примерно десяти, возможно. И все, кто ее делали, говорили хорошо. Вопрос в том, чтобы к этому делу привыкнуть. Для этого нужны усилия. Для этого нужно заниматься регулярно. Для этого, возможно, нужна какая-то поддержка. Возможно, понять какие-то нюансы. Есть какие-то что-то вы понимаете, что-то вы не понимаете. Если вы хотите это прямо закрепить, если вы чувствуете, что вам нужна поддержка, то я вас готов в этом деле поддерживать. Вы можете обратиться ко мне. Под этим видео будут мои контакты. И я вас могу этому обучить. Либо вы можете записаться на, собственно, обучение, на курсы, где я даю и эту технику, и еще ряд других я знаю и использую в работе около десяти разных техник, около десяти разных методик. В зависимости от того, какой у вас сейчас тип заикания. В зависимости от того, какой у вас темп речи. Какие у вас запинки. Я вижу те именно ошибки, те именно запинки, которые вы делаете. И есть под каждую ошибку, под каждую вот именно вашу особенность речи специальный метод, специальная техника, чтобы это пофиксить. Так что, если вы этим делом хотите серьезно заняться, то есть мои контакты. И также есть еще такие вводные уроки, чтобы вы увидели, что, в принципе, надо делать, как заниматься, чтобы вы еще увидели весь путь, маршрут, что надо сделать для того, чтобы вот от вашей точки сейчас А, где вы сейчас есть, и прийти к тому, чтобы вы говорили хорошо, уверенно, везде вот какие шаги нужно сделать. Есть 9 вводных уроков моего курса «Новая речь. Новая жизнь». Я их вам дам в подарок. Под этим видео также будет ссылочка. Получите эти 9 уроков. Я вам буду их постепенно по одному выдавать. Вы будете их просматривать, делать задания. И у вас будет складываться картинка понимания вот всего пути, что надо делать, какие будут ошибки, препятствия, что надо учесть и как самое главное нужно мыслить. Как самое главное нужно именно мыслить и как нужно бы прямо думать, как нужно настраивать себя, чтобы научиться действительно говорить хорошо, с удовольствием, стать действительно другим человеком. «Благодарю вас, друзья мои, за ваши комментарии, за ваши лайки, за вашу поддержку. Я вас действительно от души рекомендую попробовать это сделать, поговорить постепенно. Вы можете намного больше. У вас, в каждом из вас есть очень большой потенциал, очень большие способности. Вы можете сделать очень много для этого мира. Но, возможно, вам сейчас мешает вот эта ваша скованность, речь, то, что вы боитесь. Раскрывайтесь. Вы можете гораздо больше. Просто возьмите и используйте эту технику, используйте другие мои советы с этого канала, приходите на обучение. У вас заложен поистине очень большой потенциал. С вами был Александр Кабанник. Все у нас с вами обязательно получится.